Вопросы веры и церкви, как жизнеустройства в России, это не вопрос, конечно, совести, это вопрос еще и политики и человеческого мужества во многих случаях. Альберт Раткин с нами на связи. Я приветствую вас. Альберт, здравствуйте. Приветствую, друзья. Приветствую. Спасибо большое, что вы с нами. Ну, наверное, первое, что хочется, прям продолжая разговор с Олегом Кашиным, вот эту мысль, которую мы обсуждали в конце. Это, что сейчас делать, и, собственно, с чего мы начинали говорить с Олегом Кашиным, что сейчас делать тем, кто остается в России? Как разговаривать с другими людьми? Как пытаться до них что-то доносить? Я знаю, что вот вы, когда пытались разговаривать с людьми в Калуге, после этого получили ведро краски на машину, буквы Z и V, и V, на ней написаны. Что делать? Как с этим жить дальше? Так и жить. Ну, что изменилось-то? Изменились люди, изменились условия, но мы-то не изменились. Ну, не все, скажем так, правда же? Хотя больше процент населения, вы сами знаете, изменился. Но вы же в некотором смысле миссионер. Для вас это должно быть, наверное, вызовом и где-то, наверное, болью. Ну, и то, и другое мы испытываем. А как еще? Но вы же видите, в какой пропаганде живут люди. Мне один друг позвонил, мой тоже пастор с Урала, очень известный, у нас в России, Виктор Судаков. Однажды говорит, Альберт, я думал, что наши люди не смотрят телевизор, они живут в нем. Вот представляете? Они живут в нем. Настолько мозги промыты у населения, у людей. Поэтому все равно говорить надо. Надо с мудростью говорить. Не все сейчас могут слышать или услышать. Но все равно надо что-то же делать, правда же? Молчать-то нельзя. Стучаться и отворят. Мы хотим понять одну штуку, которая касается церквей вообще в России. И в том числе протестантской церкви, как она существует. Ну, я имею в виду протестантских церквей, потому что, да, протестантская церковь – это не одна образовая, это не РПЦ вам. Верите ли вы в то? Я не верю, я сразу хочу сказать, что в России может существовать церковь, отделенная от государства. Не в том, что государство будет использовать церковь как политику, а потому что, на мой взгляд, и я спорил с нашими коллегами до эфира, ни одна религиозная организация, кроме, может быть, христианская организация, ни одна религиозная в России, не сможет самостоятельно выжить без государственной поддержки просто потому, что не хватит паства. Вот у меня такая гипотеза есть. А вы как думаете? Ну, с 90-х годов мы же как-то выживали. Мы же не просто выживали. А как? Церковь была в подполье до 90-х годов. Когда занавес пал, начало организовываться очень много других протестантских церквей. Молодые ребята, молодые служители. Я в 20 лет стал пастором. Оставил университет свой, все, 4,5 года у меня физмата. И начал служить целыми днями, оно было занято, ездил, поездки по городам, мы много церквей начинали. Поэтому протестантские церкви, они самодостаточные. И это большая, как бы, со стороны государства, для них кажется, что это большая опасность. Что мы не идем с протянутой рукой. Для нас самая большая помощь, чтобы не лезли к нам. Но все равно же лезут. Все равно же не дают просто так жить. Но приходится каким-то образом подстраиваться, выстраиваться. Даже в советское время, ну, не задавили же до конца. Значит, можно. Альберт, вот как раз вот про это, буквально. Хотел спросить вас сейчас, все, кто остаются в России, все, с кем мы говорим, кто находится в России. Очень у многих слышно это уже даже, мне кажется, на бессознательном уровне. Подстраивание и некая вот такая вот война, не война, а спецоперация, помощь Донбассу. Ну, то есть вот иногда это проскальзывает просто как самоцензура. Где-то внутри сидит один маленький следователь и отчитывает твой срок карандашиком где-то у себя в блокнотике. В Советском Союзе, естественно, все тоже подстраивались. Вот вы, когда, например, читаете проповеди перед паствой, у вас этот внутренний следователь включается где-нибудь или нет? Ну, у меня не включается. Я говорю то, что говорю. Потому что, ну, нельзя быть верующим, и, ну, хотя у кому-то удается, и, ну, юлить там, обманывать самого себя. Ну, как-то ж совесть твоя должна реагировать на все происходящее. И вещи надо называть своими именами, не боясь. Конечно, за это придет какое-то что-то, но, знаете, в этом, наверное, и есть метаноэ покаяние. Есть такой термин христианский. Метаноэ – это вот то, что что-то должно с тобой произойти, твое изменение, сильное что-то такое. Не просто так, знаете, покаялся и пошел грешить, а преображение твое, твое изменение полностью. У меня сразу два вопроса после ваших слов. Во-первых, как возлюбить всем сердцем по-христиански сторонника спецоперации или человека, только что вернувшегося с войны, убившего... Или Ярослава Лёвина, отправляющегося на войну. Убившего, лучше вернувшегося с войны, совершившего убийство человека, которого можно было не убивать, гражданского, предположим, человека. Я не знаю, Тимур. Это каждый, наверное, для себя найдет. Есть ли сила, нет сил. А если бы вам пришлось исповедовать такого человека, что бы вы... Ну, исповедовал бы, выслушал. Разговаривал бы с человеком. И второй вопрос. А если вы называете войну войной, а среди ваших прихожан есть люди, которые... Называют ее спецоперацией. Ну, поддерживают войну. И в этот момент между вами и ими образуется стена, пусть и прозрачная, и они вас дальше не слышат. Значит ли это, что вы должны говорить их языком, чтобы пробиться к ним? Или все равно называть войну войной правильнее, чем пытаться проникнуть туда, пусть даже хитростью и каким-то обманом? Ну, войнаш – это же не единственная тема для проповеди. Или то, что происходит, неважно, там, операция она называешь. Мы же не каждый раз об этом проповедуем. И не должны об этом говорить. Есть много, в чем живут люди сегодня. Понятно, что многие сейчас блокировали себя полностью от этой информации, тем более все затянулось, и хотят как будто жить, как будто ничего не происходит. Это тоже, ну, это какой-то вот парадокс. Люди как отгородились, я ничего не знаю. Знаете, у нас даже шутка родилась, что церковь сегодня христианская превращается в церковь трех обезьянок. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Это не только прихожане, но и священники также. Как раз хотел спросить, Альберт, очень много говорят у нас сейчас и с экранов телевизоров, и просто такой общий нарратив, что мы христианская страна. Мы страна православная, страна истинной веры, христианских ценностей. Все ходим, значит, в храмы, все ходим на службу вместе с Дмитрием Медведевым и женой его прекрасной с именем Фатинья. И вот это вот все происходит, а потом наша христианская страна начинает войну. Неужели у людей, которые говорят про то, что мы христианская страна, и искренне в это верят, и я уверен, что такие люди есть, и есть истовые настоящие христиане, которые в это верят, но при этом продолжают поддерживать войну, не случается когнитивный диссонанс. Как это можно совместить в одном человеке, на ваш взгляд? Ну, знаете, вот то, что люди называют себя верующими, и даже та же русско-православная церковь говорит, что у них от одного до трех процентов только настоящих-то верующих. Мусульмане говорят, что 20 процентов. У нас как-то круглый стол был с ними в прошлом году тоже. Право на молитву мы назвали его, защита всех конфессий, всех религий, конституционные права их на дома молитвы, на мечети, на храмы. И мусульмане заявляли, что они растут, растут очень быстро, растут очень сильно. А православных-то тоже мало. А то, что люди называют православной страной, ну, это же фейк какой-то, самый настоящий. Да нет православной страны у нас никакой. У нас атеистическое прошлое. Мы так и живем в этом. Знаете, страна, не знаю, как это назвать, наша Россия. Ну, 70 лет коммунизма, они не проходят даром. И то, что в 90-х был некоторый подъем такой, ну, он же так же и закончился, материализм. Материализм, кстати, если говорить об учении Ленина, в буквальном смысле Маркса, и вот в том виде советском, в котором его преподавали, там был очень простой, понятный пункт, чем отличается материализм от христианской веры, предположим. Как объясняли в школе, это я сейчас примитизирую. Материализм про правильную жизнь сейчас, а религия про жизнь потом. Ну, как бы, в некотором смысле, мне всегда казалось, что концепция правильной жизни потом позволяет сейчас творить черти что. И в этом ее и зря. А мне кажется, наоборот... А помогите мне, помогите мне исправить свою ошибку, если я ошибался. Ну, жизнь верующего, Тимур, она и здесь, и потом. Почему отделили коммунисты? Взяли, главное, все принципы христианские, все заповеди, удалили Бога отовсюду. Знаете, проблема-то началась, наверное, с французской революции. Вот между рационализмом, скажем так, и верою, скажем, или культурой, когда постарались оттеснить все. И мы сейчас пожинаем все эти плоды. Вот за 200, за 300 лет, когда все ушло, нравственность ушла из политики, из общества. Отсюда столько проблем разных. Ну, в политике не было ее никогда, ну, в смысле, в том первоначальном смысле, который мы с вами понимаем ее под словом нравственность. Но если уж строго говорить по социалистических странах, не в Советском Союзе, конечно, революции антисоветские как раз начинались с церкви. Так уж, если, да? Ну, по крайней мере, церковь сыграла огромную роль. А в России вообще теоретически возможно ли такое и не является ли это причиной, истинной причиной гонений на церковь, не подотчетную государству сейчас? Интересный вопрос. Я никогда так не думал. Ну, об этом не думал, скажем так. Не знаю, но гонимая церковь же всегда была. 2000 лет всегда были те, кто не согласен, кто придерживается фундаментальных каких-то истин, того, что написано, и как бы не сгибается, не прогинается под государство. Знаете, я сейчас в Израиле прилетел на пару дней как раз. Тут, кстати, сегодня президент США прилетел. Вот, и вчера был у стены плача, тоже ходил. И целый день в Иерусалиме провел. В молитвах, размышлениях, прогулках. Вот, и даже не знаю. Не знаю, как ответить вам, Тимур. Помогите. Ну, жалко, потому что я не знаю, как ответить. Но я думаю об этом все время. Интересно было, чтобы было бы понять... Интересно было, потому что понять, за что свидетели Егова так. Почему их? А государство боится. Боится свободных людей, свободомыслящих. Мы живем в тоталитарном обществе. Боятся. Просто боятся. Все эти годы. Знаете, у евреев есть такая... Я у кого-то из раввинов прочитал, что иудаизм пошел вглубь, а христианство вширь. То есть миссионерство, покорение других народов. И первые три века, если посмотреть, то церковь гонимая, она развивалась именно на горизонтальных связях. Не было вот этой жесткой структуры, иерархии. Были более братские какие-то отношения. Такие, знаете, как мы сейчас называем отношения в альянсе. То есть альянсы создаются... Ну, если вот первоначальное значение, как мне кажется, этого слова, это маленькие организации объединяются, потому что не могут противостоять большим, крупным каким-то корпорациям, если это касается бизнеса, но в церквях тоже. И вот первые три века христианство, мне кажется, оно жило вот именно такими отношениями. Отношениями дружбы, отношениями альянса, братской помощи друг другу. И потом пришел Константин, и для него была понятна религия, которая контролируется и подчиняется. И потом вот все вот эти вот новые доктрины, они родились в церкви, когда начали обождествлять власть императора, потом и власть первосвященников церкви. Они не лезли друг к другу в дела, но было, было то, что было. Были договоренности своих. И это перешло. Но всегда были церкви, которые не согласны с этим, всегда были верующие. Поэтому в России всегда были гонения, кого-то разрешали, кого-то запрещали. Потому что не могли с этим смириться власти. И всегда боялись конкуренции. Даже советская власть, вот знаете парадокс, они же на первых порах, в первые годы поддержали евангельское движение и уничтожали полностью православие. Как рекционы, как какое-то. А евангельских всех поддерживали до поры до времени. И вот в конце 20-х годов начали и их тоже. Потому что вот политика НЭПа, когда была, христианские артели, христианские всякие сообщества, общины, они были более успешны, потому что люди верующие, не пьют, не курят, не воруют, работают честно. И они всегда были как бы бельмом на глазу у коммунистов. Потому что они не могли соревноваться просто с верующими. Всегда были люди, которые морально были ниже. Альберт, можно я теперь тоже спрошу у вас два совета буквально. Первый, одно из главных чувств, которые я испытываю с начала войны, кроме шока и всего остального, это гнев. Это прям вот я очень злюсь, очень гневаюсь. Я часто в ярости от того, что происходит, от того, что я читаю, от того, что я вижу. И гнев, он может быть праведным вообще? Это бывает так? Или любой гнев, это по умолчанию что-то плохое? Нет, а гнев и не назван грехом. Знаете, в Библии написано, что да не зайдет солнце в гневе вашем. То есть ты можешь гневаться, но ложась спать, ну приведи свое сердце в порядок, свой разум в порядок. Ну найди что-то для себя, ну успокой ты себя, душу. Выспись, отдохни. Ну вот понимаете, да, смысл? Не ложись спать, да не зайдет солнце. Лучше вечер, ну найди какое-то время, посиди сам, поразмышляй. Ну что твой гнев может изменить? Вот что? Ничего. Только ты себя накрутишь, еще и кто не отдохнет за ночь. Да, и еще вопрос. С ним столкнулась, в частности, моя семья. Мои родители, в отличие от меня, воцерковленные. Они ходят в церковь. Я не буду называть эту церковь. Но, тем не менее, так случилось, что мои родители не поддерживают войну и то, что происходит сейчас. А вот их священник поддерживает. И, с одной стороны, хочется менять церковь, очевидно. С другой стороны, это церковь, в которой половина жизни. И с которой связано все. И там весь приход, всех знаешь. Это твоя семья вторая, фактически. Как поступать в такую ситуацию вообще? Я понимаю, что нет какого-то универсального ответа. Но, может, у вас есть какой-нибудь совет для, условно, моих родителей или просто для наших зрителей? Я уверен, что многие из них тоже с таким столкнулись. Да, ну, мне кажется, пусть остаются. Но священник же это не главное в церкви. Мы же приходим у Богу. Но если у них есть это понимание. И потом есть община. Есть люди, с которыми... Вот церковь же, это же люди. Это же не храм. Это не место. Это люди, которые вот и есть тело Христово, как написано. Порознь, то есть по отдельности мы только члены. А вместе мы тело. А священник, он разный. Он сегодня и есть. Завтра что-то с ним случится. Или переведут его куда-то. Придет, возможно, другой человек. Может быть, и он изменит свои взгляды. Мы не знаем. Но то, что... Хорошо, что родители ходят. А зачем оставлять? Ну, куда идти? Знаете, искать что-то другое, но не найдешь. Если здесь сердце уже есть, то лучше пусть будут у себя в церкви. Ну, мне так кажется. Важный момент, кстати, есть. Я вдруг сейчас подумал, что со времен Пуссера, это когда стало понятно, что русская православная церковь – это часть государства. Ну, было понятно и раньше, но когда русская православная церковь стала, как бы сказать, оружием государства. И его, не знаю, как в Священном Писании называется оружие правильно? Его десницей? Не знаю, мечом каким. Мечом карающим. Чем угодно. Позиция, как мне кажется, вернее, оппозиционность стала ассоциироваться с антиклирикальностью. Не с антирелигиозностью, не с антибожием, а именно с антиклирикальностью против церкви как институции. И, кстати, важный момент, я сейчас вдруг понял, слушая вас, что я не знаю ни одного человека из религиозной среды, действующего священника любой церкви, который бы был таким же ярким деятелем оппозиции, как, например, Навальный или Яшин, попавший сегодня в СИЗО. Хотя, в какой-нибудь Латинской Америке, я думаю, их бы был полк. Как так? Их бывали даже полки. Их бывали полки, я думаю. Ну, посмотрите, вся история даже, вот, крушение железного занавеса везде, в Румынии, в Германии, везде стояли священники-пастыря евангельские, везде. Если вы будете изучать, они поддерживали. Все равно, мне кажется, что Бог вот в это трудное время поднимет и среди, скажем так, среди нас, среди священников, неравнодушных, смелых. И они есть. Я не знаю, когда просто поднимутся, пробудятся. Кто-то боится. Боится последствий, боится за свою семью. Но вот эта старая советская система, она так и делает. Она так и действует до сих пор, запугивая. Кого-то на крючки, на какие-то сажают, знаете, и человек боится уже. Они же так и делали, так и вербовали. Но все равно были люди, которые, ну, не сгибались, шли в тюрьмы, шли в лагеря. Это не только вот наши евангельские были, но и православных много было. А сейчас так может получиться, Альберт? Я думаю, есть такие. Посмотрите, те же свидетели Иеговы сидят. За что сидят? Никто не знает. Вам четкого ответа-то не дадут. Да, это фантастическая история. А? Это фантастическая история. Ну, они, они, они знают, за что они сидят и не сильно-то беспокоятся. То есть, я расскажу. У меня была тоже история однажды. У нас очень долгое было судебное, вот 22 года уже по нашему зданию, по храму судебные всякие наезды. И кто только не проверял, кто не наезжал. И была история тоже, мой адвокат тоже как-то позвал и говорит, слушайте, надо срочно уехать, сейчас тебя посадят, будут прессовать и все такое. И у нас рядом жил епископ, старый такой закалки человек, нерегистрированные писятники, есть такое движение в России. Это вот те, которые как раз и сидели по тюрьму. Иван Федотов, он отсидел тогда 18 лет, малорославцем он был, начальствующий всего Советского Союза он был. Вот, подпольных всех церквей, это сотни церквей были, тысячи верующих. Я поехал к нему, тут рядом 60 километров, малорославец. Говорю, Иван Петрович, только начал говорить ему, ну, мы сначала помолились с ним там в храме, но даже слушать не стал, он говорит, брат Альберт, ты должен понять, что не прокурора сажают. Если Бог даст тебе свою честь пойти в вузы, ну, так они по-старому называли, за имя его, тогда ты пойдешь, тогда ты сядешь, а так не беспокойся. И все, я успокоился, и это вот ведет меня по жизни все эти годы, что это не воля человеческая. Если есть что-то, что я должен пройти, я должен пройти. И я пройду, с Божьей помощью, надеюсь. Ну, это прям как классическая русская поговорка про то, что от тюрьмы ты не зарекайся на всякий случай. Все действительно может быть. Мы очень много сейчас говорим про христиан неправославных в России, и для многих, в том числе, признаюсь, для меня я знал, что они существуют, естественно. Я никогда не знал, сколько их, как они... Ну, то есть, очевидно, что государство выделяет деньги на РПЦ. И я почти уверен, что на протестантское движение, на протестантских христиан денег власть не выделяет. Как живут протестанты в России, на что существуют храмы, как все происходит, как это работает? Ну, знаете, сказать, что сейчас не выделяют что-то, тоже будет неправдой, потому что начали приручать. Они поняли, что много, что движение растет. И есть даже епископа, есть целые союзы, которых уже просто... Я был в союзе, я вышел из него, куда внедрили... Не просто внедрили, взяли на работу сотрудников ФСБ. И все, как на белом глазу. Это дикость какая-то, знаете. Люди сидели раньше, там, отцы сидели. А сейчас... Тогда КГБ внедряло людей, а сейчас они просто взяли на зарплату. И платят деньги, и ходят везде, и все. И должность, главный советник начальствующего епископа. Ну, куда это пошло, слушайте? Это вообще какой-то... Я даже не знаю, как с этим. Протестантов не так уж и много в стране, буду честным с вами. Я не знаю, даже процента, наверное, нету. Но они заметны. Очень большая социальная работа ведется. Работы с реабилитацией очень много. Ну, то есть, я думаю, что за эти годы, когда государство пыталось просчитать и понять, ну, то есть, куда протестантов определить, вот, выдавили со всех сфер общественной жизни, что печально, конечно. И протестанты тоже с этим согласились. Выдавили из образования, из школ, ну, отовсюду. Работу с молодежью, с детьми стараются вот везде и всюду. А далее, как это названо, диакония, да, работа вот эта социальная. Вы там помогаете где-то. И вот сейчас тоже, в связи с военными вот этими действиями, очень многие протестантские церкви тоже занялись помощью. Там гуманитарку собирают, отправляют куда-то, людей принимают. Вот определили свою нишу, свое гетто какое-то. Знаете, вот живите здесь и не высовывайтесь. Не лезьте ни в бизнес, не лезьте ни в политику, не лезьте туда, не лезьте никуда. Вот вас не трогают здесь. И тут трогать начали. А должна быть какая-то мера. Вот этот важный вопрос. Не время сейчас, когда война, наверное, об этом говорить. Но смотрите, вот вы говорите, сотрудники ФСБ на зарплате приглядывают за церквями. Выглядит это омерзительно. Омерзительно. Ну, правда, омерзительно, без дураков. Нюансики в том, что в любой религиозной среде, и не в религиозной тоже, псевдорелигиозной, возникают всякие разные перверсии. И кто-то должен за этим следить. Ну, а кто сказал, что церковь Девы Марии Христос это не деструктивная секта? Должна ли она быть? А плохо ли в том бы было, если бы вовремя там оказался сотрудник ФСБ на зарплате? Или хорошо, я не знаю. Как контролировать общество, которое не воцерковлено, то, чтобы где-то кто-то однажды как-то не превратил... Не случилось новое умение в моряке, например. Не превратило это в культ себя, например. Но все возможно в этой жизни, все возможно в этом мире. Знаете, когда начали выдавливать из тюрьм наших священнослужителей, там парадоксально вышло, ну, вот если в общем везде слышали одно и то же, ваши же не сидят, там сидят одни православные. Никто вслух это не говорит, что получается, ну, ребят, ну, это ж дикость тогда. Все убийцы, насильники, воры, грабители, или что все православные... Так выходит, да, как-то неприятненько выходит, да. Да, ну, значит, религия их не спасает, не изменяет. Ну, дайте нам двери, откройте. Может быть, мы по-другому как-то будем разговаривать с ними и достигать сердец. Не через ритуалы, не через службу, а через сердце к сердцу, через разговор, через общение лицом к лицу. Потому что только так человек... Вы хотите выстроить горизонтальные связи в России. Это ровно то, чего Путин хочет, чтобы вы не выстроили. Потому что любые горизонтальные связи... Не выстроил никто вообще. Да, горизонтальные связи, это именно прям то, против чего государство борется сознательно с уровня ЖКХ, когда тебе не дадут самому осушить лужу возле подъезда. Тебе не дадут самому позвонить в сантехнику, причем ты говоришь лужу осушить. Да, ты должен это сделать через обязательно государство, а если ты это сделаешь сам, тебя штрафуют. Разве это не так работает? Так и работает. Так и работает. Ну то есть они уничтожили уже почти все гражданские институты, которые должны действовать, которые должны работать. А где тогда они будут брать людей, которые будут инициативными? А зачем? Потому что вы видите сами в России во что превратилось. Все замыкается на самом первом человеке. Вот эти телемосты... Сегодня замкнулось на его дочери. Оказалось, что самый инициативный человек, которому можно доверить полностью... Целое импортозамещение? Полностью проваленную отрасль импортозамещения, от которой сейчас страна зависит, отдать просто некому. Не потому что, я думаю, Путин хочет, чтобы Катерина Тихонова обязательно занималась импортозамещением, а ему просто отдать некому, реально. Ну так, видимо, логика такая. Ну вот скажите, а она... Потому что горизонтальные связи. Слушайте, а где она-то людей найдет? Людей, которые не будут бояться что-то сделать без ее ведома. А ей такие не нужны? Тогда воровать тяжелее будет. Управление. Что все должно откуда-то быть. Ни губернаторы не сами не могут ничего делать, ни мэры городов, которых вообще мы даже не выбираем теперь, да, и тех же губернаторов. Ну все, убрали всю эту систему-то более-менее демократичную. А есть верующие чиновники и протестанты? Есть. Я знаю, даже мэры городов были, но очень жестко с ними поступали со всеми. Вот я беру период 30 лет вот эти. Очень жестко. То есть это как себе способ преуспеть во власти? До этого есть дело ребятам с вагонами? Конечно, конечно, бояться. Ну, вся же система, вы понимаете, как устроена? Что честному человеку все равно очень тяжело будет выжить там. В системе, где все на откатах, где все на лицемерии, подлости. В Украине мог появиться Турчинов, а в России не мог появиться, не знаю, протестант Сурков, например. В Турчинов, вы видите, неоднозначные отношения, которые создали, конечно, у нас. Кровавый пастор его назвали, он баптистский пастор. Вот. И, ну, у меня свое отношение к нему. Кровавый паспорт звучит как название рок-группы, мне всегда казалось. Да, багровый фантомас и кровавый пастор. Да, это все вместе должно идти. Альбер, я очень хотел зафиксировать один момент. Да, говорите. Говорите, извините. Человек взял на себя ответственность в самый сложный период времени. Не нашлось никого из гражданских людей, из верующих, неверующих, никого. Только он взял на себя ответственность, и он несет до себя, на себе этот груз. Вот все, что он взял тогда, когда все уже руки опустили. Поэтому он по-своему интересный и удивительный человек. Смелый человек. Человек с совестью, человек с достоинством, с честью. Альберт, возвращаясь в Россию, хотел вас спросить, просто вот как бы зафиксировать. Мы все знаем, что представители почти всех конфессий, которые есть в России, не считаются каким-нибудь экстремистским сообществом, ходят на бесконечные круглые столы, в общественные палаты, в Госдуму, в комиссию по религиям и конфессиям. И вот все вот это вот. Это происходит зачем? Это чтобы деньги на религию, собственно, дали, на церковь, на свечки, на помещение, еще на что-то. Или зачем туда ходить? Я тоже не знаю, зачем они ходят туда. Потому что при сегодняшней системе власти и взаимоотношений с теми же религиозными организациями, что получается, государству важно было выстроить вот эту пирамидальную жесткую структуру контролирующую. И вот Москва, я их часто называю МММ, маленький московский между собойчик, они так и живут, они ходят на эти встречи, где-то кушают, где-то фуршеты, где-то еще чего-то, крутятся, вертятся, а вся страна живет своей жизнью. И все маленькие церкви, все маленькие приходы, или большие, неважно, в других городах, они же не знают этого ничего. Ими прикрываются, ими отчитываются. Вот нас столько-то, мы вот это делаем, в том регионе мы вот это сделали, в этом мы это сделали. И все. Но они нужны для поддержки, как бы, для показания того, что вот нас много, мы вместе. Вот недавно опять сейчас, буквально на этой неделе, собирали всех. Лигойда собирал, по-моему, но тоже это, по-моему, в администрации президента было. И о чем шла речь, тоже точно неизвестно, но, скорее всего, их предупредили, потому что буквально вчера или позавчера вышли опять новые какие-то инициативы депутатов Госдумы, о-моему, вчера, ввести какие-то там опять драконовские, уже к религиозным организациям. И название им придумать, иностранное там. И, ну, я думаю, сейчас охота на ведение начнется и в религиозной сфере. Это не случайно. И в администрацию их всех вызывали, и вот то, что сразу же депутаты с инициативами выступили. Я думаю, что сейчас сильнее и сильнее начнут закручивать гайки и в религиозной сфере. Ну, в смысле, просто депутаты все совсем. Там же, вроде как, сильнее у вас уже не очень там понятно куда. Ну, тюрем много еще. Всегда есть куда. Всегда в России, всегда есть куда сильнее. Это важный вопрос. Это важный вопрос. Правильно ли я понимаю, что для вас выбор между отъездом и тюрьмой, вы отвечаете тюрьма? Или я неправильно вас понял? Правильно понимаете. Ох. А это правильный выбор сейчас? Мы же все-таки не в 20 веке с железным занавесом. Ну, мы в 21 веке оказались с тем же железным занавесом. Тимур, ну, разве это не так? Кто этого ожидал? Кто это, ну, вообще, кто это предположить даже мог? Но все равно, знаете, говорить надо. Но должно что-то, кто-то с пророческим даром должен подняться. С пророческим даром, который обличает и говорит, и показывает, что все это было. Нет ничего нового под солнцем. Что все, вот к чему сейчас все это идет, это уже было однажды. А это сесть в тюрьму за веру, это религиозное действие или просто человеческий выбор? Ну, наверное, это и выбор человеческий, как вновь, верующего человека. Потому что слово Божье говорит, дано нам ради Христа не только веровать, но и страдать ради Него. Спрашиваю, вот почему. Я не хочу прозвучать высокопарно, но мне кажется, это стоит того, чтобы упомянуть, потому что надо обращать внимание на такие вещи с огромным уважением. Вот Илья Яшин сел сегодня под арест с риском, с огромной вероятностью оказаться в тюрьме на самом деле за убеждение, что война это плохо. И это война. Тимур, он смелый человек. Я хочу попросить вас просто оценку дать. Не только среди священников, среди пастырей, епископов, найдешь таких смелых людей. Просто, ну, это редкость сегодня. Это помогает кому-то быть, кому-то это помогает тем, кто остается, кто разделяет эти ваши взгляды или его взгляды, там, не знаю, чувствовать себя? Ведь это на самом деле не прибавляет безопасности. А что это прибавляет людям? Людям, таким, как Яшин, который вот сейчас идет, и для Алексея... Нет, людям, которые верят Яшину. И которые смотрят на Яшину. Людям, которые верят в вас, что добавляет тот факт, что вы не уехали осели. Им лично что? Или ничего? Или это лично ваш выбор? Да, я думаю, всегда есть пример. Это вот, знаете, ты никогда не поймешь, что происходит с душой человека, да? Когда вот там Христа распинали, все равно же были люди, которые уверовали. Там написано, что там солдат сказал, да, воистину был человек Божий. Вот вдруг происходит это с человеком, человек меняется. Вот, смотря на твою веру, верность, несгибаемую... То есть такие поступки спасают души. Можно сказать, что Яшин спасает сейчас чью-то душу? Я думаю, да. Вы окажетесь в тюрьме, это будет акт спасения чьих-то душ. Я думаю, да. Вы знаете, религия всегда играла важную роль в жизни всех людей. Города строились вокруг храма. Неважно, какая это религия была. Вот с историей человечества. Египет, Вавилон. Всегда был храм Римской империи. Всегда ставили храм. Почему? Почему это так было? Потому что религия отвечает на главный вопрос жизни человека. Зачем? Зачем я живу? Зачем я существую? Зачем я пришел в этот мир? Это важная составляющая. Это, наверное, единственная составляющая, которую понимали во всех империях, во всех эпохах, во всех временах. И поэтому уделяли религии самое важное место. Я думаю, сегодня ничего не изменилось. Больше всего наши власти, конечно, боятся религиозного фактора. Потому что это очень серьезный фактор внутри человека. Спасибо большое, Альберт. Мне кажется, тут просто уже нечего добавить. Расохнут, конечно, не доспросил. Я так и хочу спросить. У человека хорошо... А вы там на святой земле знаете настоящие причины? Что на самом деле с Сахнутом? Или только так же, каким мы читали Иерсалим Пост? Ну вот со мной в эфире говорил, например, Натан Борисович Шаранский. Так что... Он знает. Да. Он как никто другой. У вас есть инсайды о том, закрывают или не закрывают еврейское агентство в России, что, на мой взгляд, очень зря делают? Если вдруг они... Конечно, зря. Но читали Канера, да? Который сказал, что нет, все это в х... там и все остальное. И я понимаю, что Джерсалим Пост работает на внешнюю аудиторию. А в Израиле газета центральная. А Канер работает на внутреннюю публику. Ему надо что-то говорить для Кремля, что все, ну как бы, все по-другому. Вот. Ну вы же знаете, Сахнут это крупнейшее агентство, которое занимается. Я думаю, что... Вы знаете, мы вообще, как евангелики, смотрим на Израиль, как на стрелку Божьих часах. Вот к концу времен все приближается. Начиная вот с образования государства Израиль. Вот. И поэтому гонение на евреев, антисемитизм, он будет подниматься в последнее время. Опять же, это все написано в Слове Божьем, Библии. И поэтому то, что происходит, я не сомневаюсь даже, что опять это все. Сейчас гайки начнут закручивать, чтобы не уезжали. А вы как думаете? То есть, я думаю, ну это может быть на самом деле. Я не удивлюсь совершенно, если действительно закроют и Сахнут, и потом опять откроют лет через 30, и все будет как бы... Ну, кстати, вот, собственно, сам Шаранский мне говорил, а человек явно знает, о чем говорит. Это один из бывших директоров Сахнута, перевезший, ну, невероятное количество людей из России. Он говорил, что даже если Сахнут закроется, Алия из России не прекратится. Видимо, они придумали какие-то другие способы. Вообще, конечно. Ну, то есть, что-то явно должно быть придумано, чтобы Алия не прекращалась. Не учит ли история ничему? Да. Вы знаете, большая Алия? Я вот сейчас в Израиль прилетел, только я два дня здесь. Ну, еще пару дней побуду. И мне, ну, друзья говорят, слушай, такая огромная сейчас Алия идет. И 70% едут из России. 70%. Видимо, что-то случилось. Понятно, что случилось. Бегут люди. Видимо, Сахнут могут закрыть сегодня-завтра. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, Альберт. Да, с нами был пастор Альберт Раткин. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам удачи. И всего хорошего уже сказал. После того, что говорите вы, довольно трудно подобрать слова, чтобы их вершить на... Да. Как-то подобающе. Просто спасибо большое за этот разговор. Я думаю, его стоит будет пересматривать. Я уверен, что он был очень важен. Он будет иметь значение. Слова, сказанные сегодня, интересно будет, я уверен, посмотреть через год, через два, через три. И сравнить с тем, что происходит. Спасибо, Альберт. Благослови вас Господь тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.